Лучшей жизни хотим. С Россией мы будем жить как люди, а там мы не люди. Они бежали на Ставрополье из Донбасса. Те ужасы и боль, которые пережили за последние несколько лет, не могут забыть до сих пор. Не все решаются показать свои лица. Многие боятся мести родным, которые остались там. Но практически каждый решил участвовать в референдуме о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Чтобы Донецкая область вошла в состав Российской Федерации. Потому что 8 лет вот этих издевательств, обстрелов. Ну и жить в фашистской стране как-то не хотелось бы. Валерий вместе с супругой приехал из ДНР в июне. Здесь живут в пункте временного размещения Изобильного. Однако теперь семья поверила, что сможет вернуться домой. Настроение замечательно. Скоро будем в России. Надеемся, что все будет замечательно. Рассчитываем вернуться. Надо жизнь строить дальше. Свои голоса супруги отдали на выездном участке. На несколько часов, чтобы провести референдум в Изобильном, приехали члены комиссии и наблюдатели. Такие мобильные пункты голосования организовывают в местах временного размещения беженцев. В том числе и в Благодарном. Там проживают более 40 человек из ЛНР и ДНР. Надеюсь, с этим событием быстрее все закончится и все как бы посоединится в одно целое. А это уже Ставрополь. Участок референдума работает во Дворце культуры и спорта. Сам референдум проходит за закрытыми дверями СМИ. Туда вход запрещен по законам иностранного государства. Участки будут работать с 10 утра до 18.00. Четыре дня. 27 сентября до 16.00 по московскому времени. Первая свой голос отдала Алена. Гражданский долг и хочется, как говорится, домой в России. Мы же были все время все вместе. А это антрацит. Город Луганской народной республики. Здесь местные жители тоже участвуют в референдуме. В том числе и на дому. Если здоровье не позволяет самому прийти на участок. Проголосовала и Светлана Борисовна. Но перед этим женщина включила музыку. Как должно быть? Я тоже так думаю. Россия, это, конечно, без нее бы мы не знали вообще, что делать. Это спасибо ихнему президенту Путину Владимиру Владимировичу и людям, которые нас там поддерживали. Потому что я помню эти 14-й год, какой был сложный. Как выживали мы здесь. Вот это все. И благодаря только России, как говорится, дал Бог и такую нам страну. И мы туда идем смело. Наши сотрудники приходят на дам с боксом для голосования. В списке все это проверяется, голосуется. Люди делают свой выбор так, как они считают нужным. Проводят активность также, приходя на спорткомплекс. Непосредственно там голосуют тоже. Мы задействуем с 23-го по 27-е. Можно будет прийти 27-го лично тоже проголосовать. Донецк. Здесь тоже активно голосуют жители. Приблизить наше счастье. Ближе, чтобы было. Вот мы и ждем теперь результаты. Многие жители Донбасса, Запорожка и Херсонской областей ждали референдума о вхождении в состав России 8 лет. Мы ждали этого все 8 лет. Надеялись, когда и когда наконец-то к нам придет Россия. Потому что душа болит за свою родину. Хочу, чтобы мы были вместе. Потому что мы один народ. Я знаю все люди, которые там есть сейчас. Они все проголосуют правильно. Мы жители Донецка, ДНР. Мы хотим. Мы давно, с 14-го года, очень хотели вступить в Россию. Тогда отдали свой голос. Сейчас будем отдавать. Там у меня отец живет. В ДНР и сестра. И эти долбаные бандеравцы. Стреляют все время. Разбили все дома. И детей побивали. И надо уже подсоединиться к России. Я всегда хотела 8 лет целых, чтобы нас пришли и отбили. Мы жили в северодонецке. И ждали этого все время. С первыми участниками референдумов пообщались Анастасия Зубрицкая, Алексей Форсиков, Олег Байкулов и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.